У Бреста славная история, часом счастливая, а часом трагичная. История, якая засталася не только у архитектуры областного центра, но и особенно в менталитете коренных жихаров. Старый город с храмами и монастырами, гандлярами, рамесниками и рыбаками. У всех это темы фотосдымка у Виктора Байковского. Я впервые в сервисе сделал еще, как только начал ликаться фотографии, лет 10 назад. Было интересно найти место, где именно стоял фотограф лет 100 назад, 60 лет назад. И постоять потом на том месте, повторить такой кадр, как бы прочувствовать момент времени, который прошел с момента того кадра до вот этого. Я каже Виктор, Юнвельми любит экспериментовать с техническими махчимостями фотографий, применять кадрование, эффекты размытости и напластовывание кадров. Усё это надаёт дымку особливой властивости. Это такие творческие эксперименты, которые пытаются повторить какие-то элементы старой аналоговой фотографии без каких-то компьютерных эффектов. Такое направление, как пикториализм есть, это съемка мягкой рисующей оптикой. То есть берутся объективы, разбираются, вставляется одна линза, она делает такие очень размытые силуэты, свет очень красиво ложится. У Сегонова стаи 18 работ. Их это больше чем достатково, как начаться уконуться в атмосферу минулого Бреста и поглядеть, как изменялся старожитный город. Этот город с тысячелетней историей, он очень много привлекает к себе внимания. О нём хочется рассказывать путём стихов, прозы, фотографий, картин. Со многими местами в нашем городе можно познакомиться лишь на старых фотографиях. Данный проект Виктора Байковского словно возвращает нас в прошлое города и ведёт по современным Брестским улицам. «Брест. Перспектива. Часы» – дебютный фотопроект Виктора Байковского. Аутор протягивает работу и обещает далее открывать брашанам город с исторично-потаемных боков. Наведать выставу у Брестской центральной городской библиотекции имя Пушкина можно до 28 лютого. У Владислава Шарейк, Александр Воронин, телерадиокомпания «Брест».